Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о главных событиях вторника. Посмотрим, что сегодня происходило на городских улицах и что активно кировчане обсуждали в социальных сетях. Сначала очень коротко, а главное. На улицу вывели даже детей, звонки о предмете взбудоражили спецслужбы. Экономные дорожники придумали, как не развозить грязь. Неисправная канализация выжила из дома почту России и кировский кондитер. Покорять столицу необычайной красоты торт удивил жюри. Утро вторника началось со звучания сирен в разных районах города. В несколько организаций до обеда поступили звонки о якобы подозрительном предмете. Естественно, сотрудники срочно начинали эвакуацию людей. Выводить на улицу пришлось даже малышей. Воспитатели вывели на улицу воспитанников детского сада на улице Большего. К зданию подъехали спецслужбы. Полиция и МЧС сегодня также работали в здании суда на улице Московской, в торговых центрах на Милицейской и Воровского. На все объекты приезжали кинологи. Но нигде информация о предмете, представляющем опасность, не подтвердилась. После проверки организации продолжили работу в обычном режиме. На улицах сегодня появились так знакомые кировчанам кучи снега. Их за ночь нагребли на парковку, и остановочные павильоны. Подрядчик объяснил, что подготовил валы для того, чтобы вывести потом снег на полигон. Дорожники отчитали, что последние сутки усиленно работают на расчистке дорог, тротуаров и парковочных карманов. Ночью техника была на улицах Ленина, Комсомольской площади, на Карла Маркса, Преображенской и Воровского. Также у нас была сегодня в ночь запланирована стоянка на Карла Липнихта около дома 37. Но в связи с тем, что здесь стоят машины, мы передвинем на ночь, на позднюю уже, когда здесь машины, надеюсь, уедут. Бывает такое, что приезжаем, нет возможности почистить, перекладываем данную стоянку на другой срок уже. После оттепели в городе установилась минусовая температура, пока потепление не обещают. Пешеходы, кстати, утром жаловались на скользкие дорожки в некоторых районах города. Ну и, кажется, пора объявлять начало сезона смешных и одновременно грустных фотографий про работу дорожников зимой. Они, конечно, стараются всегда нас удивлять. И вот снова борьба коммунальщиков с гололедом вышла на какой-то новый уровень. На одной из улиц рабочие посыпали пешеходную дорожку очень тонкой полоской песка. И только посередине тротуара. Видимо, просьбу мэрии снизить использование песка рабочие восприняли буквально. А до улицы Причальной дорожники так и не доехали. Там пешеходы пробираются по сугробам. Тротуары замело, расчистить их некому. Напомним, что в этом году содержанием дорог и улиц занимается пять подрядчиков. Это сделали для того, чтобы каждый район города был под контролем конкретной организации. И уж точно почищен и обработан ото льда. Бюджет на все сезоны составил больше одного миллиарда рублей. Несправная канализация выжила из дома почту России. Закрытие почтового отделения на улице Красноармейской вызвало шквал недовольства у людей. Неожиданно для кировчан отделение закрывают. Предлагают кировчанам перейти в другое отделение. Но люди требуют, чтобы их почта вернулась на прежнее место. Сегодня Надежда Алюшина выслушала переживания кировчан. Уже почта тут все. Нет, надо все уничтожить. Все надо уничтожить. Да как дошли до таких мер? О закрытии 27-го почтового отделения кировчане узнали несколько дней назад. На дверях организации появилась табличка. 28 ноября почта переезжает на улицу Свободы в 125-й дом. Сегодня двери организации действительно оказались закрыты. И пенсию получает, ходит кто-то сам на почту. Подумайте, вот как я буду ходить на почту на Свободу? Людям сказали, что почта переехала из-за аварийной канализации. Цокольный этаж дома на Красноармейской часто подтапливает. Разговор заведующей объяснил ситуацию, что после затопления они написали письмо о невозможности работы в таких условиях. Теперь пенсионерам нужно добираться до отделения около 10 минут. Недовольных переездом оказалось очень много. Очень обеспокоились. Даже можно сказать, что мы даже ночь не спали. Это почему на нас такие напасти сделались? Почта в центре города в хорошем состоянии. Если там что-то затопило, как мы услышали, устраняйте своевременно. На это должны быть средства, на это должны быть люди. Все должно быть устранено своевременно. Жильцы обратились в управляющую компанию. Люди выяснили, что инженер обслуживающей организации встречался с представителями Почты России. Они обследовали ситуацию. Пришли к выводу, что работы можно провести без остановки работы Почты. Так что повод закрытия Почты, мне кажется, преднамереннее. Сегодня жильцы 54-го дома пытались дозвониться до организации, чтобы выяснить, что будет с отделением дальше. Но им на звонки не отвечают. Редакции Первого городского удалось поговорить с операторами 27-го отделения Почты России. Нас закрывают на ремонт. Два-три года. Два-три года. И обратно вы, да? Да. Отделение Почты на улице Собода 125 люди считают неудобным. Помещение небольшое, там и без новых клиентов, постоянные очереди. Теперь, когда сюда за почтой и пенсией будут приходить жильцы с Красноармейской, будет совсем тесно. Кировчане намерены обращаться в прокуратуру и к губернатору с просьбой вернуть Почту России в 54-й дом на улице Красноармейской. Надежда Алюшина, информационный канал «Город». Фасад за 3,5 миллиона рублей, судя по всему, придется ремонтировать заново в доме 48. На улице Мопро до сих пор идет капитальный ремонт. Между подъездами крыша закрыта пленкой, но это не помогает. Снег в теплую погоду начинает таять и квартиры жильцов снова топят. Люди жалуются на сырые стены, провисшие натяжные потолки и плесень. А еще разрушается фасад дома. Его отремонтировали за 3,5 миллиона рублей. Вот состояние фасада, которое предлагают после протечек с недоделанной крыши просто покрасить. Вот в таком состоянии это в этом году он был оштукатурен и покрашен. Вот в таком состоянии он сейчас находится. По всему периметру от протечек новый фасад становится снова в поврежденном состоянии. Вот во все места эти протечек они дают о себе знать, повреждая вот этот обновленный фасад. Также мы видим, что карниз крыши не закрыт. То есть все это по площади продувается ветром. Работы по ремонту крыши фасада в этом доме должны были закончить 14 августа, но подрядчик сорвал сроки и обещали завершить работы до 20 октября. Жильцы квартир, которые пострадали от протекающей крыши, готовят иск в суд на возмещение ущерба. А Народный фронт направил обращение в прокуратуру по поводу бесполезного ремонта фасада за миллионы рублей. Узнать, куда управляющая компания тратит деньги и когда дом будут капитально ремонтировать, теперь можно онлайн. В новом приложении госуслуги дом вся информация о вашем жилье, чаты с соседями и общие домовые заявки. В отдельных вкладках приложения можно отследить показания счетчиков, последние платежи за коммуналку и уровень потребления ресурсов. Там же можно связаться с управляющей компанией по любому вопросу. Например, оставить заявку на ремонт крыши или замену лампочки в подъезде. Приложение позволяет оплачивать коммунальные услуги через данное приложение без комиссии. Далее его можно использовать для электронного голосования на общем собрании собственников помещений дома. Через него можно просматривать информацию о многоквартирном доме. Это отчеты управляющей организации. Также это голосование на предыдущих собраниях собственников помещений дома. Протоколы общих собраний собственников помещений дома. В это приложение организация вносит информацию о предстоящих работах. Указывают даты, когда в доме отключат воду, газ или электричество. На отдельной странице собственники квартир могут отменяться информацией. Чат дома теперь будет не в стороннем мессенджере, а в едином приложении госуслуги Дом. Скачать приложение можно по QR-коду на экране. Кировчане продолжают покорять Москву. Наш земляк сейчас принимает участие в телешоу. Иван Хонин демонстрирует кулинарные навыки в проекте «Битва шефов». Повар представит на суд экспертам свое коронное блюдо – филе судака с капустными драниками по-кировски. Если у Кировчанина получится пройти отбор, он попадет в команду Константина Ивлева или Рената Акзамова. В дополнение соус из томатов с зеленью, чесноком и оливковым маслом. Сухота такая. Ну, е-мое, мое суфле застряло внутри Константина Витальевича и бросится наружу. Ваня, внешний вид очень неплохой соус, несмотря на то, что это оливковая лужа, но он очень вкусный, потому что масла очень много. Теперь, что касается суфле. Ты не протирал. Кого? Через сито. Через сито нет, не протирал. Вот поэтому у многих из вас и структура зернистая. Еще через сито протирать. А кондитер из Котельнича приняла участие в московской выставке «Престиж. Царство Посейдона». Елена Банникова сделала торт в виде русалочки Лилу. Композицию оценили судьи и гости мероприятия. Также Елена выступила в качестве судьи в категории «Многоярусный свадебный торт». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Как обычно, увидимся с вами в городе. Всего вам доброго. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА